Сколько ВИЧ-инфицированных людей проживает в нашем городе, точно не рискнет сказать ни один специалист. Дело в том, что скрининг населения не проходит в полном объеме. Поэтому, говоря о цифрах, медики фиксируют лишь выявляемость вируса иммунодефицита. По данным областного центра по борьбе со СПИДом, число носителей ВИЧ-инфекции за последнее время увеличилось. Сейчас их 1340 человек по области. В сравнении с прошлым годом, с января по май выявлено на 12 случаев больше. Этот рост специалисты прогнозировали, поскольку в лабораторные исследования внедрили новые системы по выявлению опасного вируса. Мы, в общем-то, ввели в работу нашей лаборатории новые тест-системы четвертого поколения, которые мы начали использовать еще в прошлом году, но использовали их в основном как экспертные. В тех случаях, когда нам непонятно были результаты обследования по старым тестам, получали мы сомнительные результаты. Раньше специалисты использовали тест-системы российского производства. Зачастую результаты вызывали сомнения. В таких случаях на помощь приходили высокочувствительные американские тест-системы четвертого поколения, которыми медики остались очень довольны. Поэтому было решено перейти на повседневное применение нового инструмента для диагностики ВИЧ-инфекции. Скрининг и обследование на ВИЧ-инфекцию населения проводятся на иммуноферментном анализе. Для этого проводится иммуноферментный анализ на аппаратуре высокочувствительных. При проведении анализов мы получаем отрицательные, положительные и ложноположительные результаты. С целью исключения вот этих ошибок мы применяем высокочувствительные тест-системы. Помимо высокой точности, новое приобретение центра СПИД помогает выявить ВИЧ-инфекцию на ранних стадиях. Другие тест-системы не видят вирус иммунодефицита до трех месяцев после заражения. Новый инструмент для диагностики позволяет обнаружить ВИЧ уже на пятый день, что позволяет обезопасить окружение больного от очередной передачи вируса.